Добрый день! Начинаем с по-настоящему очень важных новостей. Стали известны имена первых тюменских спортсменов, которые уже точно примут участие в феврале в зимних олимпийских играх в Пекине. Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам, и в этом виде спорта в состав 16 атлетов, которые отправятся в Китай, вошли сразу трое тюменцев. Подробности прямо сейчас. 25-летнего Дениса Спецова игры станут уже вторыми в карьере. Дебют в Пхенчхане 2018 принес ему сенсационные три медали. После чего весь следующий олимпийский цикл Денис доказывал, что это была не разовая вспышка. На недавнем многодневке турдески Спецов выиграл серебро в Мастарке в гору и стал четвертым в общем зачете. Скиатлон есть, в принципе эстафета. Я смотрю, Денис подходит в хорошем состоянии. Значит, будем, конечно, болеть. Ровесник Спецова Иван Якимушкин на игры поедет впервые. В последние годы он стабильно прибавляет, а в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Кубка мира. Сейчас Иван является одним из лидеров сборной, которому вполне по силам взять медаль в Пекине. Иван Якимушкин подтянул даже спринтерские дисциплины, поэтому, в принципе, он всесторонний. Надеюсь, что подготовка построена таким образом, что пик формы окажется как раз на Олимпийские игры, потому что он еще не показал свой потенциал. История Татьяны Сориной вовсе выглядит как красивая сказка. В прошлом году спортсменка вышла из декрета и сходу ворвалась в мировую элиту, став железной лыжницей основы национальной российской команды. На недавнем турдеске Сорина также отметилась медалью. И на играх в Китае Татьяна наверняка выступит в большинстве лыжных дисциплин. Добавлю, что в Пекине с 5 по 20 февраля лыжники разыграют 12 комплектов медалей. Совсем скоро узнаем состав еще и биатлонной сборной России, которая отправится на игры 2022. В состав национальной команды совершенно точно войдет тюменец Александр Логинов. Прямо сейчас он находится на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где вчера мужчины пробежали спринт. Как он сложился, давайте узнаем. Для сборной России, мягко говоря, неудачно. Лучшим в команде стал питерский атлет Максим Цветков, который занял лишь 21 место с одним промахом. Тюменец Александр Логинов, который выиграл спринт на предыдущем этапе Кубка планеты в Оберхофе. На сей раз после чистой лёжки на стойке допустил два промаха. И в итоге стал 32-м. Выиграл гонку, закрывший все мишени, Кентен Фийон Майе из Франции. Чисто работал на рубежах и немец Бенедикт Доль, взявший серебро. Бронзу сенсационно забрал с единственной осечкой белорус Антон Смольский. Главная проблема такого исхода – гонка была определяющей для сборной России с точки зрения квоты на Олимпиаду. И теперь стало ясно, что заявить туда мы сможем не шестерых, а только пятерых спортсменов. Впрочем, Логинов среди них окажется совершенно точно. Теперь про хоккей. Первые домашние матчи в 2022 году в чемпионате молодежной хоккейной лиги провёл Тюменский легион. Сибиряки принимали команду Сарматы из Оренбурга. Обе встречи прошли очень напряжённо. Их судьба решилась в самых концовках. Давайте узнаем подробности. В первом матче после безголевого стартового периода во втором соперники обменялись шайбами. На точный бросок Кирилла Дмитриева хозяева ответили контратакой в меньшинстве, которую завершил Жан Якуценя. Далее голкипер Станислав Пылаев эффектно потащил булит, чем вынудил наставника гостей пойти на вот такие радикальные меры. Волшебный пинок помог гостям собраться и вырвать победу. Ильнар Фахрудинов на 57-й минуте забросил решающую шайбу, а его однофамилец и почти полный тёзка Ильнас Фахрудинов броском в пустые ворота подвёл итог матчу 3-1. Кто кого перетерпит, наверное, так можно сказать. Где-то мы больше там хотели. Я не знаю, характер сказался. Забили гол. Всё. В принципе, выиграли по этому. В повторной игре тюменцы дважды вели в счёте, благодаря голам Кирилла Абрамова и Никиты Брютова. Но соперник не хотел пополнять скудный список жертв легионеров в этом сезоне. И в концовке отыгрался 2-2. Если бы мы через пас играли, у нас гораздо эффективнее, лучше и качественная работа была. И у нас не было бы такого результата. Мы бы выиграли бы игры. Я был уверен в этом, что мы выиграем игру. Если бы мы использовали друг друга, партнёра. Так, как говорится, отдай пас, откройся. А мы отдали пас и закрылись. Кульминация случилась на последних секундах. Хозяева не реализовали выход один на один, а в ответной атаке Кирилл Баев принёс с арматом победу. 3-2. Лично мне не удавалось так часто забивать на последних минутах. Но, в принципе, мы в сезоне отыгрывались уже несколько раз на последних минутах. На самом деле, просто хотел в сторону урод направить шайбу. А там уже повезло, залетело. Свежая порция новостей спорта ждёт вас уже. 17 января встретимся здесь же и подведём итоги насыщенных выходных. Желаю всем спортивного уикенда. До свидания.